Кейп Мэй в Нью-Джерси – это самый старый летний курорт в Америке. Он известен своими домами в викторианском стиле, белоснежными пляжами и безопасными местами для приятной морской экскурсии. Лучшие места для рыбной ловли – еще одно преимущество Кейп Мэй. Вот и 8 октября 2003 года влюбленная пара отдыхала на лодке, наслаждаясь рыбалкой, когда им на глаза попалось что-то, что они поначалу приняли за мусор, плавающий на поверхности воды. Однако, когда они приблизились, поняли, что это тело человека. На сообщение о страшной находке отреагировали сотрудники береговой охраны. Они осторожно вынули тело из воды. Процесс разложения уже пошел, но с первого взгляда было ясно, что это тело женщины. Не нужно было быть семи пятей во лбу, чтобы понять, что женщина стала жертвой убийства. Ее ноги сковывали тяжелые цепи. На запястьях и лодыжках был намотан скотч, а к ее бедру прицепился каменный краб, который живет и питается на дне океана. Это было важно, потому что указывало на то, что в какой-то момент тело опустилось на самое дно океана. То есть, кто-то пытался избавиться от тела, но не учел, что без дополнительного груза газы неизбежно вытолкнут его на поверхность, причем довольно быстро. Так произошло и в этом случае. Жертва провела в воде немногим больше недели. Женщина была одета, но при ней не было документов, поэтому полиции Нью-Джерси не удалось быстро узнать ее имя. Еще один простой и очевидный способ установить личность жертвы – это проверить отпечатки пальцев по национальным базам. Конечно, после длительного пребывания в прохладной воде кожа на ее пальцах сморщилась. Но введя под кожу физиологический солевой раствор, криминалист смог сделать отпечатки, с которыми можно было работать. Жертвой оказалась 16-летняя Кимберли Холтон, сбежавшая с приемной семьи в городе Довер, штат Делавер. Теперь нужно было выяснить, что произошло в период между ее исчезновением в Делавере до того момента, как она оказалась у побережья Кейп Мэй. Кимберли, которую близкие и друзья звали Ким или Кимми, родилась 4 ноября 1986 года в Делавере. Ее мать на тот момент употребляла запрещенные вещества, а отец сидел в тюрьме. Девочка не задерживалась долго в одном доме, и ее постоянно передавали друг другу члены семьи, но это совершенно не отразилось на ее характере. 16-летняя Кимберли была милой, доброй, отзывчивой и приветливой девушкой. Она иногда рассказывала о том, что с ней происходило в раннем детстве своей лучшей подруге Дестини, но ее веселый нрав позволял ей не зацикливаться на этом и был ее способом отгородиться от прошлого. Ким обожала животных и всегда старалась им помочь, потому что никто не пришел на помощь ей, когда это было нужно. Получая она такую возможность, Кимберли бы, наверное, стала ветеринаром. Ее учителя считали, что она чудесная, талантливая девушка и заслужила лучшего старта в жизни, чем тот ужас, который выпал на ее долю. Ее мать даже не кормила ее, не говоря уже об игрушках, поэтому ею заинтересовалась опека. Первая приемная мать очень любила девочку. Они прожили вместе три года и собирались вместе переезжать в Теннесси. Чемоданы были уже собраны, когда у дома женщины внезапно появился дедушка Кимберли со своей женой. Они заявили, что штат передал опеку им и теперь Кимберли будет жить с ними. Но дедушка опять-таки не смог создать необходимые условия для проживания внучки и ее вернули в систему опеки. На этот раз она поселилась с Руди и Лоррейн Мачетт, уже воспитывавшими девочку-подростка Хизер. Именно с ними жила Кимберли, когда за восемь дней до обнаружения тела в Нью-Джерси, 30 сентября 2003 года она пропустила школу. Девушка никогда не пропускала занятия и когда она не села в школьный автобус в тот день, Дести не поняла, что что-то случилось. Ее приемная мать Лоррейн тем же вечером заявила об исчезновении подростка. Теперь перед полицейскими стояла непростая задача сообщить Лоррейн о том, что ее приемная дочь мертва, убита. Лоррейн была искренне расстроена этой новостью, но призналась, что не искала Кимберли активнее, потому что девушка пропадала и прежде. Она бывало убегала из дома на несколько дней, но всегда возвращалась. Следователям это сказало о том, что в семье были проблемы еще до того, как девушка пропала в конце сентября. Поэтому они отвезли Лоррейн в участок, чтобы допросить детальнее. Они хотели знать, что происходило в доме, что вынуждала Ким убегать. Не только в последний раз, но и прежде. И Лоррейн заявила, что ее муж Руди приставал к приемной дочери. Кимберли обратилась в полицию и заявила, что Руди лег с ней в кровать и делал вещи, которые не должен был делать. Суд по этому делу должен был пройти буквально через несколько дней. Как только Лоррейн это произнесла, полицейские увидели мотив для убийства, которого им не хватало. Они были уверены, что за убийством девушки стоял Руди. Впрочем, их мнение разделяла как Лоррейн, так и лучшая подруга Кимберли Дестини. Дестини рассказала, что некоторое время назад Руди преследовал их на машине, когда девушки просто шли по улице. Он их страшно напугал. Дошло до того, что Дестини пожаловалась своим родителям и они обратились в полицию. Разумеется, Руди привезли в участок на допрос. Детективы уже ждали, что сейчас добьются признания подозреваемого. Но Руди был искренне шокирован гибелью девушки. Конечно, он мог быть отличным актером, но на момент убийства Кимберли у него было алиби. В течение нескольких дней, когда пропала девушка, он жил со своей взрослой биологической дочерью, потому что ему было запрещено находиться в одном доме с Кимберли. Кроме того, жена не пустила бы его домой, потому что собиралась с ним развестись. Алиби мужчины подтвердилось, и его пришлось отпустить. Следователи надеялись, что утопсия, возможно, сможет пролить свет на то, как убили девушку. И это поможет им выйти на убийцу. Ведь на теле практически не было травм, кроме тех, которые девушка получила от длительного пребывания в воде. И они еще даже не знали, была ли она жива, когда ее бросили в воду, или уже мертва. Но тут и ждала еще большая загадка. Патологоанатом не нашел ДНК, ран от огнестрельного оружия, проникновения ножом или других улик, которые указали бы на преступника или способ убийства девушки. Однако он обнаружил серьезную трещину у основания ее черепа. Но не от удара каким-то предметом, а в результате падения с большой высоты, например, с высоты пятиэтажного дома. Судминэксперт и следователи были в изумлении. Если бы ее сбросили в воду с лодки, она упала бы с высоты максимум три метра. Они не понимали, кто станет убивать девушку-подростка, вытолкнув ее из окна квартиры или номера отеля, чтобы потом спуститься вниз, выбежать на улицу, поднять тело, поместить в машину, отвезти к лодочной пристани и, наконец, выбросить жертву в океане, обвязав предварительно скотчем и цепями. Это не имело никакого смысла. У следователей оставалась только одна улика, с которой можно было работать – цепи, намотанные вокруг ног Кимберли. Они начали ржаветь, но осматривая их, криминалисты обнаружили, что на каждом звене цепи есть штамп. А значит, можно было отследить цепи до магазина или хотя бы определенной сети магазинов. Они не ошиблись – такие цепи продавались в сети магазинов по продаже товаров для ремонта Лоуэс. Один из магазинов находился как раз неподалеку от трейлерного парка, где Кимберли жила с приемной семьей. К счастью, менеджер магазина смог точно установить, когда были проданы цепи. Их купили 30 сентября 2003 года, то есть на следующий после исчезновения девушки день. Вместе с цепями покупатели запрали два шлакоблока. Следователи попросили включить запись камер видеонаблюдения и увидели двух молодых мужчин, которые расплатились за покупку и ушли. К сожалению, найти их будет не так просто – они расплатились наличными. Видео тоже было достаточно размытым, а камера расположена высоко под потолком. Однако парни не доились, переговаривались, прогуливались по магазину туда-сюда, и можно было узнать их по жестам и манерам. Поэтому детективы поделились видео с прессой. Эта запись оказалась крупным прорывом в деле. На участок обрушилась лавина звонков. Звонившие называли разные имена, но одно звучало чаще других – Роберт Бразерс. Больше того, Роберт сам позвонил им и подтвердил, что это он на видео. Его попросили приехать в участок. Молодой человек заметно нервничал и хотел поскорее объяснить полиции, что не имеет отношения к преступлению. Роберт рассказал, что был в магазине со своим приятелем, Джейкобом Джонсом, который решил заняться спортом и планировал использовать цепи и шлакоблоки в качестве спортивных снарядов. Следователям все же происходящее оказалось слишком большим совпадением. И они спросили Роберта, нет ли связи между Джейкобом и Кимберли. И тот произнес всего одно имя – Хизер. Роберт не был знаком с девушками, но знал, что Хизер была дочерью Лоррейн, а значит, сестрой Кимберли. Хизер и Джейкоб встречались со школой. Следователи отпустили Роберта домой, уверенные, что он сказал правду и больше ничего не знает. Их намного больше интересовало, что обо всем этом скажет Хизер. Хизер не скрывала, что будучи девушками-подростками, живущими в трейлере, они часто ссорились с сестрой за каких-то вещей, взятых без спросу и тому подобных мелочей. Отношения Кимберли и Джейкоба тоже не сложились, потому что Кимберли подразнивала его. Но когда Кимберли пропала и не появлялась дома пару дней, Хизер начала по-настоящему беспокоиться о сестре. Она хотела обсудить свое беспокойство с Джейкобом, но тот просто не хотел об этом говорить. Хизер также узнала бойфренда на видео из магазина и написала ему, спросив, «Ты же не делал этого, да?» Он не ответил. Тем не менее, девушка была уверена в том, что он не пошел бы на убийство. Он был не таким человеком. И действительно, Джейкоб Джунс не был похож на типичного подозреваемого. Молодому человеку было 20 лет, и у него никогда не возникало проблем с законом. Наоборот, он учился в университете и был одним из лучших студентов. Также он был членом аэроклуба в университете и к своим годам был опытным пилотом и инструктором. Он был на настолько хорошем счету в клубе, что мог брать самолет в любое время. Во время допроса Джейкоба было видно, что молодой человек напуган. Он настаивал на том, что купил цепи и шлакоблоки для занятий спортом. Правда, не смог ответить, где находятся шлакоблоки в данный момент. Когда он понял, что не может ответить на ряд вопросов, потребовал присутствия адвоката. Следователи волновались, что Джейкоб уничтожит остальные улики, если такие есть, но все равно его пришлось отпустить. Тем временем они продолжили собирать доказательства вины парня. И выяснили, что в последний раз он поднимал самолет в небо 30 сентября примерно в 11.45 ночи и вернулся всего через 2 часа. Это не могло быть совпадением. Теперь детективы не сомневались, что Джейкоб поднял тело в самолет и сбросил над океаном. Это объясняло посмертную травму головы Кимберли. Вот только Джейкоб был не очень крупным парнем. Он не смог бы погрузить тяжелые шлакоблоки, цепи и мертвую девушку в самолет. У Джейкоба был сообщник. Собранных доказательств причастности Джейкоба было достаточно для его ареста. 23 октября детективы уже собирались ехать к нему домой, чтобы арестовать и отвезти в участок. Но им позвонил отец парня. Он сообщил, что его сын скончался. Вероятно, после допроса он понял, что полиция подбирается все ближе к правде. Он будет арестован и не смог вынести мысли о том, что проведет остаток жизни в тюрьме или будет казнен. Поэтому он взял оружие, ушел в свою комнату и сделал это сам. Но перед этим успел признаться родителям в убийстве Кимберли Холтон. Когда приехали детективы, обстановка в доме семьи была жуткой. Родители Джейкоба не могли в это поверить. Их сын признался в убийстве девушки, а теперь лежал мертвый сам. Джейкоб предоставил отцу очень размытое объяснение того, зачем он убил девушку. Он просто сказал, что из-за нее в доме семьи возникали проблемы, а также конфликты с Хизер. Поэтому он решил взять ситуацию в свои руки и исправить ее. Он отправился в магазин, где купил цепи и шлакоблоки с намерением убить Ким. Наконец, Джейкоб признался родителям, кто помогал ему в ту ночь. И нет, это не был Роберт Бразерс, с которым он купил цепи. Его сообщника звали Майкл Кайзер. Следователи никогда прежде не слышали это имя. Майклу было 23 года, и он работал охранником на местной гоночной трассе. Майкл и Джейк обработали на одну охранную компанию и были скорее коллегами и приятелями, чем друзьями. Следователи хотели бы поговорить с Майклом, но не сомневались, что он сразу же начнет все отрицать. Поэтому они придумали план, как заставить Майкла понервничать. По их просьбе, отец Джейкоба позвонил Майклу на мобильный, когда тот ехал на работу. Он сказал парню, что Джейкоб оставил записку, в которой признался в убийстве и назвал имя своего сообщника, имя Майкла. Мужчина добавил, что он направляется в участок рассказать все полиции. В это время полицейские следовали за Майклом на своей машине. Они ожидали чего угодно, что он сделает какую-нибудь глупость, попытается скрыться. Но вместо этого тот поехал в направлении полицейского участка. Молодой человек пребывал в очень эмоциональном состоянии, но уверенно заявил, что хочет поговорить с детективами, расследующими дела Кимберли Холтон. Поначалу в помещении для допросов он пытался заверять, что ничего не знает, но передумал и во всем признался. Молодой человек рассказал, что по просьбе Джейкоба 29 сентября он заехал за Кимберли. Вдвоем они купили напитки в магазине, а затем поехали в мотель под предлогом обсудить конфликты, возникшие между Хизер и Кимберли. По утверждению Майкла, пока они ехали в машине, девушка заявила ему, что они с Джейкобом на самом деле встречаются, любят друг друга и Джейкоб обещал помочь ей найти другое жилье. В мотеле к ним присоединился Джейкоб. Опять же, только по словам Майкла они общались, шутили, все было нормально. Кимберли вступила в интимную связь с Джейкобом, а затем с Майклом, в то время как Джейкоб смотрел. После этого Кимберли прошла ванную комнату. Майкл считал, что вечер проходит прекрасно, когда вдруг Джейкоб заявил ему, что хочет убить Кимберли и Майкл поможет ему убить ее и избавиться от тела. Майкл не хотел в этом участвовать, но сдался, потому что Джейкоб пообещал убить его. Когда девушка вышла из ванной, Джейкоб схватил ее. Он приказал Майклу держать ее ноги, а сам затянул телефонный шнур вокруг ее шеи, положил подушку на голову и задушил. Девушка отчаянно сопротивлялась, но вскоре затихла и перестала двигаться. Джейкоб пощупал ее пульс, она была мертва. Было чуть позже двух ночи, когда убийцы перенесли тело в багажник. И почти целый день Кимберли провела в багажнике машины. Только следующей ночью парни поехали в аэропорт, где перенесли ее в самолет вместе с цепями и шлакоблоками. Джейкоб поднялся в небо один, полетел над Атлантическим океаном, перелетел Кейп Мэй и сбросил тело. Через два дня после своего признания Майкл попытался последовать за Джейкобом, скрутив петлю в своей камере. Но надзиратели подоспели вовремя, и парня вернули буквально с того света. Еще минута промедления, и ему нельзя было бы помочь. Майклу дали возможность признаться в убийстве второй степени и отсидеть 18 лет. Но он выбрал суд, полагая, что будет признан невиновным. Он ошибся. 6 января 2004 года Майкла признали виновным в убийстве первой степени и сговоре. В Делавере не отменена смертная казнь. Но судья склонился в сторону пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения. Он заявил Майклу, что отношения Кимберли с ее приемной семьей не имели к нему никакого отношения. Вместо того, чтобы остановить Джейкоба, он помог убить 16-летнюю девушку, которая ему ничего не сделала. Мотив преступления до конца не ясен. То ли Джейкоб любил Кимберли и встречался с ней за спиной своей девушки, как заявил Майкл. То ли хотел порадовать Хизер, винившую Кимберли в распаде своей семьи, как предполагали следователи. То ли он искренне ненавидел девушку и хотел избавиться от нее, чтобы она больше не создавала проблем, как сказал отцу. Следователи хотели докопаться до сути и в последний раз поговорили с Хизер. Девушка заверяла, что не верит в то, что Джейкоб и Кимберли встречались за ее спиной. По словам Хизер и других их общих знакомых, Джейкоб ненавидел Кимберли, потому что она посмеивалась над ним на глазах Хизер. Дошло до того, что молодой человек перестал приходить домой к своей девушке, когда там была Кимберли. Детективы не нашли доказательств того, что Хизер принимала участие в зловещем плане убийства. Девушка переехала в Колорадо, поступила в общественный колледж и еще несколько лет посещала психотерапевта, чтобы прийти в себя после произошедшего. Сегодня Кимберли Холтон было бы 37 лет. Ее нет дольше, чем она прожила на этой земле. В выпаде Кимберли лучший старт в жизни, все могло сложиться совсем по-другому. Она могла стать ветеринаром, как всегда мечтала, а ее дети играли бы с малышами ее лучшей подруги Дестини. Но как только казалось, что она находила счастье в приемной семье, ее вырывали из нее и кошмары начинались заново. С детства она не знала, кому доверять и поверила этим парням. А когда Кимберли пропала, все решили, что это очередной побег, и ее никто не искал. Не было слезных обращений родителей на телевидении, листовок, масштабных поисков с ищейками и вертолетами. Дело Кимберли могло остаться нераскрытым, и все бы посчитали, что в этот раз она решила не возвращаться. Но Джейкоб не учел главную составляющую своего плана – океан. Самолет летел на такой большой высоте, что когда тело Ким ударилось об воду, это было равносильно удару о бетон на скорости 210 км в час. После такого удара шлакоблоки просто рассыпались. Этот пробел в знаниях с его стороны позволил правде всплыть на поверхность вместе с телом Кимберли.